В Одессе на стадионе Черноморец проходит футбольный форум при участии представителей УЕФА, скаутов, агентов и тренеров из разных стран Европы. Эксперты из Италии, Австрии и Греции поделились опытом развития детских футбольных школ. Кроме того, действующие скауты рассказали о процессе поиска молодых талантов, просмотре и подписании соглашений с детьми. А также поделились советами, на чем следует делать акцент в отборе будущих профессиональных игроков. Первый взгляд, который вам бросится в глаза, это насколько игрок обладает личностью, персональностью, насколько он сильен персонально, насколько он лидер той группы, в которой он находится. Как правило, это тот игрок, который находится в зоне мяча или которого ищут всегда партнеры в трудных ситуациях. Это первый игрок, которому вратарь отдает мяч, это первый полузащитник, который получает мяч из защитника. Это игрок, который доминирует в центре поля или в нападении, если вся игра строится на центрального форварда, соответственно, он имеет качество. Дети, особенно детско-юношеский футбол, это иногда даже хитрее взрослого, умнее взрослого. Они всегда опираются на того, кому доверяют. И доверие детское получить в группе, в микроколлективе, достаточно тяжело. И получает и вот тот игрок, который с точки зрения авторитета и наиболее интересен. Кроме того, для участников форума провели практические занятия по развитию физических качеств спортсменов. Воспитанник Барселоны Дани Бигас рассказал, как построена работа в юношеской академии греческого ПАОКа. Топики, которые мы делаем в этом мероприятии, которые мы делаем в этом мероприятии, были предложены от организации. Мы уже говорили о модели академии, которые мы имеем в ПАОКа в данный момент. И сегодня мы говорили о тренинг-сессионном развитии. ПАОК Академии, я приехал из Барселона. Форум проходит два дня. В нем участвуют более сотни детских тренеров и агентов из футбольных школ Украины и СНГ. Многие украинские футболисты, которые перешли на тренерскую деятельность, специально приехали в Одессу получить новые знания. Я думаю, таких семинаров нужно делать побольше, потому что квалификация тренеров должна постоянно повышаться. Футбол не стоит на месте. Какие-то новые веяния, в том числе по скаутингу, по отбору молодых талантов. Конечно, мы сегодня и вчера, и сегодня за эти два дня получили много информации. Продолжение следует...